так пошла запись сегодня у нас 5 мая нас пока еще зима но уже легкая такая минус 5 10 а я сказал мая но это в репа фрейду весны захотелось у нас 5 марта сейчас мы немножко поговорим про совместимость и одним я вас познакомлю с отдельными сортами с их истории смотрите как получилось и так существует теория она стала практикой о том что манджурский орех абсолютно несовместим с культурными плодовыми деревьями вот моя практика сто процентов это отвергла смотрите вот это супер груша потому что я высота до третьего этажа может летом она огромная сейчас как-то не смотрится ну вот вот это вот а кстати сварок сварок знакомьтесь это нарядная эфимова такая же высокая не даже выше полного и над ними навис манджурский орех тем не менее и вторая половина фильма может быть это назову вторая серия будет за компьютером вот еще на вебинаре вебинар у меня послезавтра по понедельникам имейте ввиду присоединяйтесь по принципу хлопцы гоп да кучи и мы с вами все будем знать больше чем нам дает литература и прошлое прошлое садоводство которое уже современным нельзя назвать почему нельзя назвать и так давайте я буду говорить по порядку почему потому что здесь этак и симбиоз получился могучий до 20 ведер дает этих самых косточек правильно назвать орехов этот самый манджурский орех и до 30 иногда до 40 ведер дает груши вот фильме увидите покажу их уже с плодами а вы все-таки сможете убедиться что это все правда вот он орех с той стороны и больше растет на границе между мной и соседом орехи надеюсь их видно вот урожай у нее нет небольшой огромный вот они видите кстати скорлупа зеленая когда она она обладает уникальными лечебными свойствами но об этом я расскажу в фильме потому что запомнить все не могу приходится записать и потом себя же цитировать вот они орехи вот они видите кстати весной всегда с десяток сходит самосевом потом них они вроде никому не нужны и тем не менее предпоследний год я не выдержал посадил вот и прошлом году они у меня ну небольшие по колено чуть выше у меня три десятка таких есть для чего это было сделано манджурские орехи спросом не пользуются они плохо знают они окружены вот этой мрачной тайны что видите кроны замкнулись груша груша и орех значит груша плодоносить не должны итак уникальный случай груши сибирские рекордсмены вот я не говорю что благодаря ореху но по крайней мере орех не помешал теперь немножко истории начнем я с чего казалось бы история была грустная молодой сад на острове сад промышленный сожгли ребята на моциклах вот спасибо им им должно быть благодарна наукой даже дачники почему отказавшись от идеи нет я его пытался восстановить по двое было много его вторая сожгли вот только уже то раз не знаю кто и окончательно стал кем скромным селекционером зарабатываю на семечках на косточках вот десяток таких орешков что я сейчас в руке держал стоит 300 рублей а один стоит 30 но с ведерка у меня купили а вообще собрал ведерок только с моей стороны я собрал 8 ведер а со стороны соседа там порядка 20 всегда я из этого не могу точно сосчитать урожайность но сейчас я другом значит как получилось уже разбиваю миф это моя задача это моя роль в этой жизни очередной по крайней мере грушами все в порядке никакой алилопатии никакого этого антагонизма никакого здесь у меня расскажу историю как мне помогло это понять здесь было три груши вот здесь была вот так вот видите здесь абрикос 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 почему абрикосы но не считаю вот этой вот груши потому что здесь подводчик оставался хорошенький я его привил кстати угадал видите сколько членков я не не это они берет никто это сорт к на котором написано лектир возможно от латинкова юрия алексеевича царство ему небесное скорее всего но как получилось я не могу понять вот груша слаще не бывает вот так членки видите 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 что их никто не покупает вот срезал это самое буквально годом раньше ну раз два три четыре да четыре членка прошлом году купили он 5 6 все а в этом году ни одного ни одного заказа ни одной просьбы вот а мне его придется через месяц когда растает снег то есть начнется сокодвижение мне все это надо отрезать делать ему ну как бы сказать мне нужно чтобы на следующий год эти побеги уже будут нигде негодны я буду вот так отрезать 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 и каждый из них даст среднем 3 это называется загущение вот сделаются специально вот у нас стране дураков я имею дураков не обывателей наивных нет они просто наивные и неграмотные а те кто им преподает давайте вырезать эти самые волчки они не знают что это я на вебинаре покажу расскажу прям с экрана снимаю берется груша и давай окалечит осветлять она после этого еще раз загущается в 3 в среднем запомните отрезал полностью вылезет вот тут где-нибудь обязательно вылезет вот смотрите видите вниз но это было просто обрезка дикарей отрезал но никогда не за отрезаю заподлицо землей или с пнем вот они делают так все варианты или на кольцо вот так вот вот так или на кольцо поверьте вот тут вылезет еще больше или часть отрежут тогда она еще больше из нижней части ветки еще больше вылезет вот так отрежь еще страшнее в общем не понимая природу груш которая из сухих мест из таких сухих что я ведь перешел на агротехнику это совсем другая тема давайте только хочу сказать грушу светлять нельзя у нее благодаря листьям надо же дерево себя защищает благодаря кроне пирамидальной благодаря листьям она защищает штаб чтобы по нему не текла вода иначе их она вот видите видите если бы я за этой груши бы ухаживала давно не было бы и где-то лет 28 вот это и лет тоже 28 посмотрите ни одной раны на кольцо но и опять ушел в сторону ни одной раны на кольцо вот так надо отрезать но я отрезал уже сухие теперь возраст знаете ли теперь значит как получилось здесь было три груши сладчайшая осеннее яковлево первый год она дала груши меньше яйца кривые и горбатые я хотел ее выпиливать столько лет ждать в отчаянии со следующего года она оказалась самой сладкой на ту пору из 10 20 сортов вот но я ее резал 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 на черники в конце концов я убил вторую грушу тоже нарядный фильм его вот здесь росла убил видите уже замена растет это абрикоса вместо косточка усадим семечками со семечком ставим косточковые опять и отвлекся и так осталось нарядное фильм его последние она не не было бирки я пять лет за урожая и даже 6 почему-то долго ждал и когда она заплодоносила великолепная красавица рука не поднялась брать черенки вот то есть всех брал с ее этих сверстников как в конце концов их убил то где-то одних одни эти остались пни там под снегом вот и в какой-то момент я опять возвращаюсь манжурскому ореху это обязательно теперь его судьба а потом получается две судьбы сошлись вместе две исторические линии итак обратите внимание когда он рос 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 я читал всякую ерунду вот и вот здесь плохо видно между ними где вот это белое пятно снега там пень я уговорил своего соседа тогда это был толик киселев вместе все садили вот остатки его сада ой не могу а ну-ка вот так вот покажу это уже другие хозяева остатки его сада вон там яблони до сих пор живы в 40 лет скоро будет вот и наконец я прочитал караул сросе у кого есть манжурский орех убирайте то ли на колени то ли пожалуйста он на твоей территории растет вот уже правда плодоносил орехи конечно довольно такие знаете их надо разбивать их надо с ними возьми много чтобы мякоть добыть вот я убеждаю никакой особой ценности не представляет я тогда был дураком почему я убедил он его отрезал но оставил такой сантиметров 15-20 пень и с этого меня пошло три ветки ну давайте может быть плохо видно это очень важно друзья вот они видели вот они три ветки раз два три и наконец он начал сдавать большие урожаи и начал сдавать большие урожаи груши а соседи сменились эти новые соседи вот они милая девушка лена ее муж володя вот тут они живут дом построили вот здесь сюда вот они сказали а мы пилить не будем вот а мы эти орехи едим как едите вот так мешок два добираем и всю жизнь мы их это самое разбиваем и едим ну-ка я сейчас возьму опять вот и взял орешек прошлогодний да вот он или так уже без скорлупы или вот еще в скорлупе вот вот он так выглядит здесь довольно похож на этого самого на грецкий ну конечно вот то есть потом мне прислал несколько фотографий мой приятель говорит я беру этот я еще правда не пробовал они у меня все идут на эту на раздачу я беру говорит этот как он называется это полено так ставлю на папа и на этот самый круглый срез вот так втыкаю в него маленькая ямка и сверху бью молотком разбивается аккуратно получается что там пусть не грецкий орех но вполне он еще и вкуснее а он еще оказывается еще и это жирнее я пока когда прочел по литературе его нельзя много есть он слишком сладкий надо ограничивать себя это вам не какой-то там грецкий культурный поняли да то есть определили его ценность у него еще есть другие ценные вещества это и шкарлупа и орехи это и листья и столько у него этих достоинств для того чтобы чтобы эти достоинства прекратились в лекарства домашние лекарства самолечение вот и получается как наполовину я разбил легенду видите тут между ними метра четыре с половиной тут чуть побольше сколько тут раз два три четыре пять метров шесть семь вот я и вот они кроны которые замкнулись а подражаем у меня все смыкаются и никакой вреда и не отогнал этот манжурский орех от роскошных таких груш не отогнал он от них ни одной пчелы иначе откуда такие урожай сумасшедшие поняли да я бы еще бы конечно я не испытатель мне бы дали бы волю я бы дал команду научным учреждениям а вы возьмите вырастите манжурские орехи среди яблонь среди не только груши я проверил среди слив среди вишен и так далее а может быть он должен быть в центре сада а может быть под ним лавочку поставить не зря же отпугивает насекомых может какими-то бактерицидными свойствами обладает это все требует дополнительных исследований а мы обыватели бери выпиливай караул выпиливай у кого есть манжурский орех выпилите от греха подальше самый умный старый знаете какой был а посадите его там вот знаете как у некоторых седаясь полисадники были по крайней мере так вот эти полисадники кто там бывало или садит обычно цветы кустарники вот там мол садите с той стороны дома тогда вреда будет меньше а я пока в пользу ничего не вижу вот так друзья теперь я отключаюсь и вторая серия будет уже за компьютером